Уважаемые студенты, первый вопрос это детская литература как учебная дисциплина при подготовке специалистов дошкольной образовательной организации, будущих специалистов и уже в целях повышения их квалификации. Что же это такое детская литература? Это часть всеобщей культуры, это специфика и непосредственно роль формирования идейно-эстетического облика подрастающего поколения. Детская литература это литература специально предназначенная для детей от рождения до поступления ребенка в школу. И сейчас по пренатальной педагогике психологии говорится о нейролингвистическом воздействии на зародыш и даже на зачатие, мысль о зачатии и непосредственно художественного слова, особенно из уст матери и будущего отца и будущей матери идет воздействие на ребенка. Поэтому значение велико, имеет социальную значимость и непосредственно осуществляется языком художественного образа, задачи воспитания и образования. Также в сферу детского чтения входят произведения, написанные изначально для взрослых. Также знаменитые сказки писателей, поэтов, которые не предназначались для чтения и слушания детей. Такие сказки, как Пушкина, Шарля Перо, Гауфа, Габс Кристиана Андерсона, братьев Гримм, а также других знаменитых произведений художественной литературы, не предназначались для слушания и чтения детям. Поэтому со временем история, вопрос, это отдельная лекция, мы с вами обязательно проговорим. Я запишу и загружу в систему, чтобы вы могли прослушать и посмотреть презентацию. Конечно же, интересно будет сопровождение с презентацией. Следующий ролик обязательно вам покажу схемы, таблицы, картинки тех произведений, которые я подобрала и разработала презентацию в формате 200 слайдов Гузельфагимовна Максималистка и хотела охватить круг детского чтения и слушания. Также мы с вами посмотрим технологии активного продуктивного чтения и слушания профессора Чендиловой и научимся составлять технологические карты, как образовательный продукт нашего с вами экзамена, сдача зачетов и всех других. Будет непосредственно умение, компетенция разрабатывать технологические карты. Приступаем к следующему вопросу. Это виды жанров детской литературы. В первую очередь это сказка, это стихотворение, в котором мы будем рассказывать специфику этих жанровых особенностей для детей дошкольного возраста. Рассмотрим повесть, поэму, балладу. Какие элементы мы имеем право использовать с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, гендерных особенностей детей дошкольного возраста. И наша с вами задача предоставить не только знание этих образовательной области речевое развитие федерального государственно-образовательного стандарта дошкольного образования, но и направления, которые реализовываются в различных видах деятельности в режиме дня. Приступаем к рассмотрению следующего вопроса. Следующая жанровая особенность – это рассказ, роман, виды приключенческие, исторические, семейные, бытовые, сказочные. Это фэнтези. Здесь мы рассмотрим различные виды разновидностей фэнтези-подразделения. Характерные же черты детской литературы детям отводится главная роль. По тематике соответствуют обязательно детскому возрасту, их интересам, потребностям и запросам детского сообщества и микроклимата. Также относятся и, конечно же, взаимодействия с родителями и более старшего поколения. Относительно тематики, сейчас мы тоже обязательно должны учитывать и этнокультурный компонент. Небольшой объем, много рисунков, особенно в книгах для маленьких детей. И здесь вот технология показа рисунка и интерактивный документ камеры, умение пользоваться смарт-технологиями при демонстрации картинок и сюжетной линии через интерактивные технологии. Также должно быть простой язык, обилие глаголов, наречий прилагательных. Когда художественная речь обогащена динамизмом, яркостью, сменой видов событийности и обязательно концептуальной идеей. И мы с вами изучим технологию диспозиционного взаимодействия, где вы рассмотрите технологию Хуторского по составлению технологической карты анализа художественных произведений. Ваша задача будет изучить предложенный материал. После анализа образовательной программы вам необходимо составить таблицы, где вы отобразите задачи ознакомления с художественной литературой по возрастным периодам. Отметите средства, условия, формы взаимодействия с ребенком в соответствии с выбранной программой. И мы с вами по-кутарскому будем учиться составлять технологическую карту. Что это такое? Поэтапная работа во время организованной образовательной деятельности, элементы поисково-исследовательской деятельности, умение ставить в цели и в задачах гипотезу предположения, и, конечно же, ожидаемый результат. И промежуточные этапы мы с вами будем учиться записывать в технологических картах по заданному произведению. Продолжая дальше, характерные особенности детской литературы, это много диалогов, действий, мало описаний, хотя описательная речь, она необходима для старшего дошкольного возраста, и наша с вами задача как раз-таки уметь это преподносить. Много приключенческих событийного ряда часто имеет свою цель воспитания, то есть как раз-таки концептуальная основа и умение выделять такую выраженную роль воспитательного характера данного произведения, «Идейная мысль», которую мы учимся выражать в виде художественного слова, пословицы, поговорки, когда дети выстраивают гипотезу, предполагают, о чём это произведение, чему оно учит и какой мы делаем вывод. Специфика как раз-таки детской литературы и истории вопроса. В средние века понимали, что для детей надо писать иначе, чем для взрослых, общие законы искусства, делили книги просто на хорошие и плохие, такой критерий, воспринимали детскую литературу как педагогику в картинках. Отличия детской литературы кроются лишь в тематике, и говорили о доступности содержания об особом детском языке. И если глубоко вы посмотрите, я вам загружу лекционные материалы в систему, и более подробно вам необходимо будет прочитать, сделать схему, логикосмысловую модель, чтобы легче было сориентироваться на экзамене. Конечно, отвлекаются на простые рассказы о близких, знакомых людях, вещах о природе. И вот эта специфика, она закладывается в основу. Произведение более сложным содержанием, некоторые психологические тонкости в подтексте, и через языковые особенности, через языковые средства мы обучаем детей чувствовать специфику авторского слова и запоминать выражения, задавая вопросы детям, проигрывая в динамических паузах или интерактивных играх. Мы также способствуем характеристике героев, освоению отношений, социальных подкластов, разблочении лицемерия, черта бытовых сказок или приключенческих, природоведческих сказок. И, конечно же, волшебные сказки, ярко выраженный сверхъестественный характер, и, безусловно, перед чтением сказки мы проводим предварительную работу, показываем острое действие положительного героя и его врага, такой антипод, в бытовых сказках, волшебных сказках, природоведческих. И как раз-таки цену воспитать в ребенке человечность, гуманность, способность человека волноваться чужим несчастьем, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою. Пробудить, воспитать, укрепить восприимчивость детской души, драгоценную способность сопереживать, сострадать, сорадоваться, без которой человек не человек. И, учитывая вот эти особенности, вы увидите презентацию данных характеристик, я постаралась сделать ее более содержательной, насыщенной. Пожалуйста, изучите более подробно. Детская литература как учебная дисциплина. Поговорим о специфике детской литературы, «История», кратко становление детской литературы, устное народное творчество в детском слушании, чтении. Понятие специфики детской литературы. И наша с вами задача разобраться, что же такое детская литература. Детская литература – это круг детского чтения, так и литературное произведение написано специально для детей. Детское чтение – это круг произведения, которые читаются детям. Произведения устного народного творчества, классической литературы, куда входят отечественная, зарубежная, и современная литература, отечественная и зарубежная. Также детская литература отдает предпочтение темам, взятым из жизни своего читателя, и не просто яркое содержание, а понятное и доступное ребенку. Как вы видите на слайде, огнеборто, динамизм, конкретность действия, и окружающий мир, знакомые предметы и совершающие поступки. Зарубежные тоже, да? Посмотрите, художественные средства, изображения – это анимизм, антропорфизм и аллогизм. Что же это такое? Покровская предлагает использовать и понимать в работе педагога. Анимизм – это вера в одушевленность природы, антропорфизм – это наделение человеческими качествами животных предметов и явлений, аллогизм – это нелогическое рассуждение, ход мысли, нарушающий законы и правила логики. Соответственно, мы с детьми договариваемся о том, что это сказочная составляющая. Вот пример вы можете посмотреть. Даниил Хармс. Удивительное произведение. «Несчастная кошка поранила лапу». Дальше мы с художественной стихотворной приемы – это аллитерация, повторение одних и тех же согласных звуков, и ассананс – это повторение одних и тех же гласных звуков. И вы видите, представлены примеры аллитерации и ассананса. Наличие иллюстрации – тоже это отдельно мы проведем лекцию по структуре и требованию к иллюстрациям, оформлением иллюстрации, всем нормативным требованиям. Особый тип сюжета сложения, которые переходят. Особый тип героя, равный по возрасту, по росту читателя, но удалой, сильный, спешащий на помощь, терпящий в бедстве, нуждающийся в помощи, защите, совет, состраданиям. То есть это характеристика героев, персонажей, не существующих в реальной действительности, не имеющих в ней аналогов. Это как раз-таки такие песенки-малявочки, сказоньки-прибаутоньки. Такие вот используются. Героя-почемучка. Он, отличаясь от жажды познания, задает множество неожиданных вопросов. Вот можете посмотреть на слайде. История появления литературы для детей первым произведением, адресованным непосредственно детям, было по учению Владимира Манахмаха. 1096 год. Вот можете посмотреть. Букварь Василия Бурцева. 1634 год. 1692 год. Лицевой букварь Кориона Истомина. Кратко, если говорить про 18-й эпоху Просвещения. Тоже свои есть особенности византийских, западноевропейских, рыцарских романов. Конец 18-го века. Рассказы из детской жизни тоже использовались. Специально для детей не писались, как я уже говорила ранее. Появляется первый журнал для детей, детское чтение для сердца и разума. Это Новиков. Начинается в 19-м веке осмысление детской психологии и использование. Появляется новый тип детской книги. Различные гендерные особенности детские учитываются. И новинности. Мы более подробно с вами об этом поговорим. Следующий раздел – это устное народное творчество. Детский фольклор. Совокупность различных видов словесных произведений. Малый фольклорный жанр – календарный, поэзия, пестование, игровой, юмористический, бытовой, былины, сказки. Календарный фольклор подразделяется на заклички, игровые песенки. Это небольшие песенки, сопровождающиеся игровыми действиями, имитирующие процесс труда. И как раз-таки в более младшем возрасте, да и в старшем, тоже используются. Поэзия, пестование – это колыбельные песенки, пестушки, потешки, прибаутки. Колыбельные – мелодия песен, напеваемая людьми, успокаивает, засыпает. Ирадиация торможения процессов, торможения, возбуждения. Пестушки – это короткие стихотворения, напев, назначение развлечений ребенка в часы и бодрствования. Потягушечки. Потешки – короткое стихотворение, помогает освоить ребенку простейшие движения. Как раз-таки ритмопластика и нейролингвистические жестовообразные игры на этом построены. Прибаутки – перевертыши, нонсенс, бессмыслица, чепуха, а не лепится с английского. Вот, например, словотворчество способствует развитию. Ну и всем известный Чуковский. Игровой фольклёр – жеребьевки, считалки, дразнилки. Это короткое рифмованное произведение, которое помогает устанавливать порядок в игре. Считалочки. Жеребьевки – предельно краткие, часто однострочные, рифмованные произведения, содержащие в себе вопрос. Юмористический фольклор – молчанки, дразнилки, мерилки, страшилки, садистские стишки. Очень детям нравится и даёт возможность организовывать минуту тишины, минуты задора, минуты шалости. Детям вот это нравится. Дразнилки, гиперболы, сравнения. Тщательно подготавливаемая трагическая развязка оборачиваются комедийной ситуацией. Условные, безымянные характеры, поступки как раз-таки можно раскритиковать, определить. Чудовище. Мирилки, придуманные на возникающих конфликтных ситуациях. Мирись, мирись, да, всем известные. Бытовой фольклор, загадки, пословицы, поговорки. Всем известные поговорки, широко распространённые образные выражения, метко определяющие какое-либо жизненное явление. Былины, героический эпос. Сказки о животных, волшебные сказки, анималистические животные, про животных, да, и другие виды. Субтитры создавал DimaTorzok